Здравствуйте дорогие зрители, друзья, подписчики канала. Сегодня мы продолжаем тему модернизации жерлиц, усовершенствования и приспособления их к различным видам ловли. Значит, сегодня мы обсудим ловлю жерлицами в палатке. Да, мы можем и так половить. Всем прекрасно известно, что лучше всего там за жерлицами нужен постоянный визуальный контроль. Но бывают такие моменты, когда мы ловим в основном белую рыбу, находимся в палатке, либо занимаемся ночной ловлей сутака, и тут иногда надо прикемарить, подремать, и жерлицы предоставлены сами себе. Ну, конечно, можно ходить там и смотреть, выглядывать, смотреть, и нужно контролировать этот момент с определенной периодичностью. И, собственно говоря, мы тогда, да, визуально увидим там сработавшую жерлицу и так далее. Ну, частенько щука буквально там за 5 минут выматывает 30-35 метров лезки, и, собственно говоря, либо засекается, либо сходит. Так вот, для тех людей, которые ловят в палатках, как раз и предназначены мои советы, либо в ночное время суток. Значит, что мы имеем? Берем стандартную жерлицу, жерлицу, и нам понадобятся колокольчики. Правильно, самые обычные, которые продаются в любом практически рыболовном магазине. Колокола вот такие вот чудесные. К ним я сюда еще привязал, ну, сейчас этот светлячок, это, кстати, в ночное время суток можно привязать, ну, это я редко использую, это такое. В общем, колокольчики нам нужны. Вы видели, да? Что мы делаем? Большинство делает. Взяли жерлицу, там, по всем правилам мы ее там зарядили. Зарядили. Сейчас. Все покажу. Зарядили. Привязали колокольчик. Что у нас будет происходить? Идет сработка. Опа! Загремело. То есть мы услышим этот звук. Находясь в палатке, мы услышим звон. Еще раз повторюсь. Вот находится наш колокольчик. Вот сработка. Кстати, это очень показательно, что колокольчик улетел. Ну, звоночек вы услышите, выстрел вы услышите. Казалось бы, все окей, все хорошо. Это известно всем, да? Что можно подцепить колокольчик и, собственно говоря, вы услышите сработку. Но! Щука продолжила. Вот она взяла удар. И потянула. Идет вымотка. Рывками. И мы продолжаем слышать звук колокольчиков. А достигается это весьма просто и легко. К ручке, к ручке жербицы, мы примотали изолентой, не сильно заморачиваясь. Вот таким вот образом, примотали. Где там наш колокольчик? Вот эту часть. От колокольчика. Которая и будет давать нам на протяжении вымотки звук. То есть, мы можем закрепить как вот здесь, так и примотать сюда. Если вам понравилось это видео, ставим классы. Подписываемся на канал. И смотрим лайфхаки, секреты по поводу модернизации жербицы и других снастей. Спасибо за просмотр. Всего хорошего, ребят. Пока.